Доброе утречки всем! Итак, два дня трудов не покладая рук по оформлению запуска нового аквариума должны были к чему-то привести. Сегодня мы идем смотреть, что же получилось и по ходу дела я расскажу, сколько трудов было к этому приложено. Итак, вот он, этот удивительный подводный мир. Окно в другой мир, назовем это так. Двухсотлитровый аквариум, примерно 20-30 килограмм грунта. Ну и в течение нескольких дней вода отстаивалась без всяких химических средств, просто водопроводная вода. И потом состоялось засаживание растениями, покупка различных рыбок. И здесь есть еще лягушечка и два аксолотля. Что-то вроде тритончиков. Сейчас буду вам показывать все. Здесь есть коряшки, потому что коряшки всегда смягчают воду и вообще очень красиво смотрятся. Кое-какие растения я принесла из своего аквариума. Не устояли, конечно, от всяких таких экзотических зеленых шариков. Это тоже такое растение. Камушки тоже, но немного гранитные, чтобы не было очень высокой жесткости воды. Вода еще чуть-чуть белесая. Но это пройдет. Это нужно просто немного времени. Там стоят две лампы. Одна аквагло, такая специальная, которая дает немножко подсветку рыбкам. Они становятся более яркие. И одна обычная такая дневного освещения. Есть там небольшие специальные аквариумные декоры в виде каких-то полуразвалившихся башенок. Ну, не устояли. Хотелось очень. И три коряшки. Одна по центру, одна с краю. Очень интересная. И разнообразнейшее растение. Что из этого будет расти дальше, кому понравится. Непредсказуемо всякие, возможно, варианты. Но, во всяком случае, пока вот все выглядит так. Из рыбок скалярки. Вот они, красавицы. Очень люблю их. Пока еще, как видите, здесь не работает ни фильтр, ни воздух. Но объем аквариума очень большой, а рыб не так много. И часть из них лабиринтовые, то есть те, которые дышат воздухом с поверхности. Поэтому пока это больше похоже на такой большой пруд. Красивая минорка. Такие очень приятные рыбки. Красненькие. Активные, веселые. Данио Рерия. Тоже очень активные рыбки. И тоже очень красивые. Неонки. Какой-то еще вид, которого, как бы, для меня новинка. Но они очень эффектные. Вот это акула Бала. Вырастет большой, но она не обижает других рыб. Она у меня жила в моем аквариуме когда-то. Внизу лягушечка. Сейчас мы ее приблизим. Она такая забавная, смешная. К тому моменту, когда она вырастет, рыбки тоже вырастут, а она их съесть не сможет. У меня тоже есть опыт содержания лягушек. Они замечательно выживаются в аквариуме с другими рыбами. И очень такие эффектные, интересные. Такая лягушка-альбинос называется. Шкурцевая лягушка. Перед ней горами тут крутится. Здесь есть два петушка. Один попался случайно при ловле других рыбок. Он еще молоденький. Надеюсь, что его наш главный петух, вот этот красавец, обижать не будет. Если будет, просто быстренько отсажу в другой аквариум. Так, что у нас еще такое? Что можно показать? Хочу аксолотли показать. Они все куда-то спрятались. Наверное, нужно кинуть корм. И тогда они выйдут погулять и посмотреть, что происходит. Корм, сухой корм, хлопья обычные и мороженый мотыль. Когда раньше у меня были тритунчики испанские, я их кормила живым мотылем, по возможности, дождевыми червями. Но эти ребята привыкли в магазине к такой пище. Поэтому пока они на ней будут находиться, чтобы не слишком менять резко пищевый рацион. Сейчас еще немножко вам покажу. Чуть-чуть отсвечивает от окна. Аквариум стоит напротив окна, но примерно в пяти метрах. Поэтому мешать освещение не будет. Бегушка такая забавная. Очень интересно за ними наблюдать. Конечно, здесь можно просто бесконечно находиться около аквариума. И это такой момент релаксового. Аксолотль. Поплыл, поплыл, куда-то опять спрятался. Они очень забавненькие. Сейчас приложу вам немножко фоточек. Лягушка смешная. И этот красавчик такой розовенький у него. Так ярко теперь видно, он еще ими шевелит. Маленький дракончик. Вот этот кубик плавающий на поверхности. Это замороженный мотель. И вот сразу на него нападает стая Данио. Потому что все любят вкусняшки. Потом он потихонечку опустится на дно. И тут уже до него доберутся все остальные жители. Только они его так далеко загнали. Что надо будет сейчас его подгрести обратно немножечко. Для поедания остатков этого корма предполагается наличие сомиков. Один здесь есть анциструс маленький. Но нужно еще каких-то улеточек, сомиков. Те, кто будет остатки еды подъедать. Вот он сейчас намок. И он начинает опускаться на дно. И тут и найдут все остальные донные обитатели. Лягушка уже там где-то внизу. И она наиболее активный, конечно, поедатель. Сейчас увидим, как она набросится. И как она начнет быстренько кушать все это. Она так смешно лапками себе заталкивает все это в рот. И такая, конечно же, днюшка. Она хочет скушать все. Поэтому, если она все съест, то придется класть еще кусочек для осколотли. Которые гораздо более медлительные. Какие тут битвы за мотыль происходят. Ну, тут достаточно много осталось на дне еще, чтобы остальным тоже поживиться. Вот такие миры, за которыми можно наблюдать бесконечно. Миры, общение. Это как большое общежитие. Большая коммуналка, а в ней всегда разные истории. Здесь есть еще такие прозрачные сомы. Стеклянные сомики, если вы их видите. Вот он напротив как раз. Он настолько прозрачный, что его трудно увидеть. Мы до сих пор не можем понять, чем они там питаются. Вроде даже не видим, чтобы они что-то ели. И переживаем. Надо будет поискать материал. Может быть, они питаются растительной пищей, а не какой-то такой. Так, лягушка, ты где? Вот она лягушка напротив шариков Ну, у лягушки сегодня замечательный завтрак Она довольна жизнью Так, а где же куда-то попрятались все аксолотли Ну, подождем, пока не выйдет Лягушка тоже захватывает воздух с поверхности, поэтому периодически она плывет наверх Ну, подождем Субтитры создавал DimaTorzok